Первая официальная персональная выставка художницы прошла на родине. Родилась она в Калужской области в городе Обнинск. Там же окончила художественную школу. В Десногорск приехала вслед за мужем в 1984 году. Работала на Смоленской атомной электростанции. У нее замечательная дочь и двое внуков, рождение которых сподвигло ее снова взяться за кисть. Они же очень быстро меняются, дети в таком возрасте. Я очень хотела запечатлеть. Я поняла, что надо, надо. Она регулярно выставляется, часто в совместных выставках с другими художниками. Постоянный участник пленеров. Поэтому представлено много рисунков Сочи и Смоленской области. За два с половиной года, которые Светлана провела в активном творчестве, она написала много картин. В основном это акварель и пастель. Ее работы очень живые и динамичные. В них чувствуется, что мастер вкладывает душу в свои произведения. Жанры самые разные. Что душу тронет, то и позволяю себе перенести на полотно, либо на бумагу. Наверное, я сравню это с медитацией. Просто прямо с медитацией. Я улетаю и исполняю все свои силы душевные, эмоциональные и физические. Сейчас художница активно осваивает масляную живопись. И в скором времени, надеемся, она представит свои работы в этой технике. Те, кто пришел на выставку, остались в полном восторге от картин Светланы. Я в них просто вижу жизнь, бьет ключом. Все такое нормальное, красивое. Мне очень нравится. Хоть я и не специалист в этой области. Но я Светлану знаю просто. И вот этот домик в Кукуевке, она нарисовала за два часа. Пока мы работали в грядках, она пошла и нарисовала домик. Понравился ей. Картины ее поразили. И Сочи, и Десногорск, и другие места нашей земли. Все это, конечно, отражает ее характер. Она очень трудолюбивая. И в такие ранние сроки она вот это все создала. Я поражаюсь ее трудоспособностью. Очень такая трудолюбивая. И как-то шустро, так быстро у нее все получилось. Я прям в восхищении. Работы Светланы Красновой будут экспонироваться до 18 августа. Десногорцы могут прийти и оценить творческий талант художницы в историко-краеведческом музее.